За несколькими слоями звездки – мраморный обелиск, знамена, пушки, сабля и труба, стрела и ордена на перевязи – детали старинного обелиска в Браштянах Рыбницкого района. Журналисты и историки поехали узнать о традициях и этнографии села. В итоге нашли захоронение польского дворянина. Правда, узнали это не сразу. Сначала обелиск пришлось очищать. Несколько часов работы и перед исследователями появилась старинная каллиграфия. Язык польский. И, судя по надписи, принадлежит дворянину Ипполиту Черномскому. Важная деталь обелиска – герб. Интересно, что на этом памятнике обнаружен очень древний герб польской шляхты. Многие представители польского дворянства любили его использовать как эмблему, обозначающую доблесть, честь, аристократизм. Это так называемый слеповран. Птица, которая носит в своих лапах под кову. Очень древний герб, еще проникший на территорию Польши, еще с территории Венгрии. Север Приднестровья был частью Речи Посполитой до 1793 года. Уже тогда у нас на землях бывали черномские. Потом территория вошла в состав России. Шляхтичи, в том числе и черномские, поступили на службу империи. Удивительно то, что польские магнаты, которым принадлежала эмблема герб слеповран, в основном жили на территории Малой Польши. И то, что слеповран появляется уже в 19 веке здесь, в Приднестровье, это прям вот невероятная история. Вообще история семьи черномских тоже как настоящий сериал. За успехи в службе шляхтичи получали поместье. Возможно, так Ипполит Черномский и оказался в наших браштянах. В 1848-м его избрали предводителем дворянства Балтского уезда. Здесь он и ушел из жизни. О жене и дочерях вообще нет информации. Возможно, они переехали в другое поместье. А вот обелиск дворянина Черномского и герб со слеповраном – теперь факты нашей истории. Субтитры создавал DimaTorzok